Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Там за кадром у нас, как обычно, Женя. Он сегодня без микрофона, поэтому будет слышно только меня. Мы находимся в Ярославле. Сегодня был фестиваль «Пир на Волге», поэтому мы снимаем в таких походных условиях. Там же для меня видно красивый старинный Ярославль. Сегодня у нас такие новости в быстром походном экспресс-формате. Я надеюсь, что они выйдут сегодня, в воскресенье, потому что здесь у нас так себе работает интернет, и я не знаю, сколько новостей будет загружаться. Поэтому на всякий случай, всем привет, кто будет смотреть нас в понедельник. Погнали! Турция захотела исключить алкоголь из all-inclusive в отелях. Сейчас в Турции стоит, на мой взгляд, мягко сказать, дороговато. Это очень мягко сказать. И в Турции это тоже понимают, и поэтому придумывают, как сделать туры доступнее для туристов. Вот один из туроператоров предложил просто-напросто исключить из пакета all-inclusive все алкогольные напитки. По его словам, спиртные напитки являются большой, точнее даже большей частью расходов отельеров, поэтому отказ от них позволит снизить траты и сделать туры более доступными. Это я его процитировала. Мне кажется, идея просто шикарная, потому что... Воробей прыгает в кадры. Идея классная, потому что мы когда ездили в Турцию, последний раз мы были в 21 году, я не могу сказать, что мы часто брали алкоголь. Ты возьмешь за отдых 2-3-4 коктейли и все. И я бы таким туром с удовольствием воспользовалась. Тем более, что если туристам очень хочется, чтобы спиртное было включено в стоимость, точнее all-inclusive, они могут его докупить отдельным пакетом. В Госдуме захотели ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Сейчас везде в школах кормят по-разному, и это обычно лежит на ответственности регионов, региональных властей. Поэтому где-то кормят очень хорошо, где-то, честно сказать, не очень, к сожалению. Некоторые дети остаются голодными, потому что их не устраивает или качество продуктов, или их вкус, потому что еда, конечно же, должна быть вкусной. Тем более, для детей. Поэтому в Госдуме он думает над тем, чтобы ввести единый ГОСТ на горячее питание в школах, чтобы все было качественно и по стандарту. Хотят сделать два варианта. Обычный ГОСТ, ну то есть для детей, у которых все в порядке со здоровьем, и второй ГОСТ для детей, у которых есть какие-либо хронические заболевания. Мне кажется, идея просто классная. Российский робот-промобот снялся в голливудском фильме. У нас в Перми 2015 года компания Промобот делает вот таких вот роботов-помощников, которые трудятся в 37 странах мира. Они работают консьержами, администраторами, гидами, промоутерами и даже продавцами. В том числе и продают еду, например, мороженое. И даже у нас в московских парках можно таких роботов встретить. Мне кажется, мы их видели. И вот такой робот попал в голливудский фильм. Стал звездой, получается. Поэтому, если увидите его, возьмите у него автограф. Привет, Чарльз! Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню. Провели исследование. В нем участвовало 3000 человек из крупных городов России. Там, конечно, была Москва и Питер и какие-то еще города. Какие, точно не написано. Исследование было на тему не всей еды, а фастфуда. В тройку лидеров вошли заведения со смешанной и русской кухней, вытеснив итальянскую еду. За пиццу проголосовало всего 7% опрошенных. Мне кажется, это очень мало. И раньше пиццу просто все всегда покупали. Вообще, мне кажется, что нужно больше пиарить нашу русскую кухню. Чебуреки, пеленешки, блины. Блин, они же такие классные. Вообще, русская кухня прекрасна. Она великолепна. Она полезна. И она наша родная. Поэтому я рада, что так происходит. Мы, кстати, буквально позавчера, мы же сейчас находимся в Ярославле, а это тоже такая, не знаю, такой оплот русской кухни. И мы были в одном старинном ресторане, ели там щи, которые делались в русской печи. Они были очень вкусные, пирожки еще попробовали. Поэтому русская кухня просто. Магнит запустил переработку испортившихся продуктов с помощью мух. И это не шутка. Теперь просроченные продукты, например, фрукты, овощи, хлеб, булочки, будут перерабатывать мухи. И не простые, а личинки, черные, львинки. Очень красивое название для мухи, мне кажется. Ну, как вот такое шикарное, изысканное. И этот эксперимент уже работает. Его запустили пока только в Карелии. Премия Way to Drink Russian Bar Awards в Нижнем Новгороде. Выберут лучшие бары России. Будет всего две номинации для профессионалов и для любителей. Это будет вообще первая в истории премия такого масштаба для баров. У нас премии Way to Eat уже давно существуют. Это по ресторанам, по кафешкам, по фастфудам. А для баров такого формата премия еще не проводилась. Это очень классно. Цель проекта в том, чтобы сколлаборировать профессионалов с любителями, чтобы повысить уровень развития индустрии в целом. Потому что сейчас они не скоммуницированы. И, по сути, шеф-бармены, они никакой обратной связи от аудитории, от своей, не имеют. Мне кажется, это кайфовая история, потому что бары – это такая достаточно серьезная сфера. И, по сути, барное искусство – это настоящее искусство. Там есть очень много нюансов. И это, на самом деле, не просто смешать виски с колой. Настоящие бармены делают прекрасные выжимки из почек черной смородины. Они их собирают, как-то там прогоняют. У них целая лаборатория, и коктейли получаются просто прекрасные. Поэтому круто. Я буду следить за этой премией. В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде пастфуда. Это вообще отличная новость, потому что хотят не просто рассказывать, а показывать. Например, на уроках химии демонстрировать, как годировка разъедает яичную скорлупу. Ну, потому что можно сколько угодно читать лекции и рассказывать, как это вредно, как это плохо. Но гораздо эффективнее показать, как это работает. Это, кстати, не только к детям относится. А делается это потому, что все больше детей болеют ожирением. К сожалению. Ну, давайте будем честны не только детей, но и взрослых. В начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось всего 150 человек с избыточным весом, а сейчас уже 900. Это очень-очень грустно. В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков. Они предлагают наносить номера на рюкзаки курьеров. Ну, понятное дело, это, кстати, очень интересная находка. Чтобы пешеходы и водители в случае чего могли на этого курьера пожаловаться. Ну, если он будет нарушать правила по ДДС, там, сделал что-то нехорошее, переехал, пешеходный переход, не спешился, то как бы, хоп, посмотрел номер и написал жалобу. Мне кажется, что номера для самокатчиков и велосипедистов нужно уводить не только для курьеров, а вообще для всех. Ну, потому что невозможно, это невозможно. Ты в какой бы город ни приехал, там всегда и везде нарушают правила. В Москве ты находишься, в Казани, в Ульяновске, в Ярославле. Ну, как бы, постоянно переходишь дорогу на зеленый свет или на пешеходном переходе, то есть с тобой рядом едет велосипедист или едет самокатчик. И когда ты видишь, что водитель велосипеда или самоката спешивается и переходит дорогу пешком, везет транспортное средство с собой рядом, ты ему прям буквально аплодируешь, хотя это правило и это норма. Поэтому инициатива крутая. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля за рыбные продукции из Японии. Все мы знаем про трагедию, которая случилась в Фукусиме в Японии в 2011 году. Напомню, что там была сильнейшая авария на атомной электростанции Фукусима. И на атомной электростанции это всегда радиация, понятное дело. Ее давно починили, она опять работает. И вот 24 августа с этой АЭС впервые за 12 лет решили начать сбрасывать воду в океан. С одной стороны, это нормальный плановый процесс, потому что атомные электростанции всегда работают с водой для того, чтобы охлаждать атомные реакторы. Но с другой стороны, это всегда риски получить частичку радиации с рыбой, которая в этих водах будет водиться. И поэтому наши власти будут усиленно контролировать всю рыбу, которую привозят к нам из Японии. 25 августа празднуется день рождения консервной банки. Консервацию на самом деле начали применять еще в Древнем Египте. Представляете, сколько тысяч лет вообще прошло? А саму консервную банку придумали во времена Наполеона Монапарта, потому что ему нужно было чем-то кормить свою армию и каким-то образом сохранять свежий продукт, чтобы у него там солдаты не отравились и вообще было кому боевать. Ее изобретатель Франсуа Атпер. Именно он проводил исследования, ставил эксперименты и вообще придумал консервацию, консервную банку. Но запатентовал эту технологию англичанин Питер Дюран чуть позже. То есть он взял у него научные труды, его наработки и просто делал у них патент. Это случилось 25 августа 1810 года. Вот такие у нас сегодня получились экспресс-новости. Там за кадром стоит движение. У нас здесь стоит штатив просто на лавочке, который так вот трясется. От моей еще движения. Она так вот пальчиком надержит, но без новостей, еженедельных воскресных флотких новостей мы вас оставить не могли. Потому что это первые еженедельные гастроновости, которые выходят в Россию. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нам всегда очень важно видеть вашу обратную связь. Всем пока. А еще обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там мы публикуем все самые свежие рецепты первыми. Субтитры сделал DimaTorzok